Игнат Тихонович, вышло интервью новое Андрея Кураева у киберпопа. Киберпоп такой священник был, который выступал, у него был youtube в канале, но потом он сам по-моему ушел, я даже не знаю, его сейчас извергли, по-моему и сана, он стал мирским человеком. Вот он берет интервью у Андрея Кураева и там затрагивались многие вопросы. Отец Андрей рассказывает там, как его жизнь, как он вообще на эту всю ситуацию смотрит, которая с ним произошла. И вот я хотел бы задать вам вопрос, вот мне просто, он много чего говорил и мне интересно, вот правильно ли он говорил. Вроде потому, что и правильные мысли звучат, но вот вам был тоже сброшен этот ролик, вы посмотрели и хотел бы вам задать такой вопрос. Вот к примеру, по первому, то что он говорит, он хочет апелляцию подавать в Константинополь. Ну и вообще он рассказывает про желательный исход суда, то есть вот как он хочет, чтобы вернуться обратно в себе и дальше продолжит, как он до этого служил. Вообще вот такая постановка вопроса подавать в Константинопольский патриархат, как вы, это правильно или неправильно? А на это есть особое правило, запрещающее это делать. Обращаться за море, как они говорят. Побеседовать могут, но тут никакой власти не имеет на этой территории и ничего не даст. Они могут только так, уже готовый конфликт у них с Варфоломеем, усилить его и дойти до самого невероятного. И кто тут будет катализатором? Я всегда, когда смотрю на это, ну если сравнивать со мной, допустим, я никто перед ними, совсем. У них такое образование, профессора, там митрополиты, да патриарха. И как будто кто-то нарочно ими руководит. На каждый вопрос отвечает неправильно. Не больше десяти вопросов, которые можно сказать правильно. Мне нужно конкретно вот обращаться, он правильно, неправильно. А что нужно было делать? Что он хочет вернуться? Почему он говорит с этим человеком, который сам никто? Что он ему дает? Я его хорошо знаю, Пидоса фамилия вроде бы. И он все там на лодке был, то плавает, то где-то что-то говорит. Давно уже, перед тем, как он складывал свои полномочия, там люди его уважали, он принимал какая-то была деятельность. То есть, абсолютно все не то. Я бы, если можно так выразить, я не хочу, я понимаю свое. А одно тщеславие. Вот ему нужны эти лайки, там сколько поминает постоянно, а ничего нету. И Андрей-то говорит с ним, я из этого только еще раз посмотрел, как он болен. И забрать его оттуда. Как его забрать оттуда? Весь вывод этого разговора, его нужно выдернуть оттуда. Проще сказать, он не жилец там. Они его добивают. Как, говорится, медведя в берлоге огромным там бастрюком достают его, расшевеливают. Он что мог, что сказал. Вот у меня было такое, что нападал на нас. Ну, крепко нападал наш евтихий епископ-то. И батюшку там запретить, меня отлучить, то другое. Мы сразу, он сам сказал, и петь им я, три года на эту тему не разговаривать. И мы это приняли. Мы ни разу, нигде не нарушили, восстановились отношения. Ну, а тема была, что я за русский язык. Тут другое совсем тема такая. И за то, что с врагами не воевать. К истинному православию это взято оттуда. Я сразу сказал, если так он говорит, значит, я выйду в коридор. Коридор он меня не выгонит. Занятия в университете буду везти. В школах, как вел, так и буду везти. В милиции вел, буду везти. Там он не властен. Здесь я сразу покорился, чтобы никто не бунтовал. И я считаю, что вот как было, тут был Схиугумен, Тараманов, Сергий, там все было не так сделано. Метрополит, там Кирилл. Он вполне расположен был к нему. Можно было с самого начала все повернуть в другое русло. Нет, до конца давят. Уже явно, что ничего нету. Нет, все равно. Держи Сталинград, и, наконец, 6-я армия лопнула. А вышли бы оттуда, того армия, ничего бы и не было. И в любом вопросе. Это война. Война предполагает наступление, оборону и отступление. И подробно это святые отцы рассуждают. Ну, отступление. А как отступление? Бегать и блудодеяние. О чем вы говорили мне, то хорошо, то и то не делать мужчине. Воевать ты никак не будешь. Обратиться с человеком. Вот там была она любовница, кто у него была. Я ее спасать буду. Я уверовал это. Обойди. Близко не подходи, не звони. Чтобы она забыла, что ты есть. А я ей скажу. Все, дальше гибель. Тут не надо. Для нас уже прошли большие-большие тулпы здесь. И вот они сидят и рассуждают. Я не могу уловить даже направление мысли. Для чего он его избрал. С этим человеком, говорить, от которого пользы никакой. Совершенно никакой нет. И почему тем путем, за который сейчас бьются, что надо как-то бы выпрыгнуть, куда-то идти. А ведь впереди-то эти предупреждения-то были. А человеку, у которого власть, у него выхода-то никакого нет. Он должен или до конца доводить эти предъявительные меры, или отступить и сложить полномочия. Никак нельзя. Друг по-другому-то. Ему, если так взять, бомбардируют уже Берлин. Ну, можно было сдаться в это время. Нельзя. Люди понимают, а за что они боролись. Я не хочу быть в клетке, чтобы меня возили, по миру показывали. Вот и все. Здесь та же самая история. Я беру из разных источников в разных государствах в разное время. Вовремя остановить. Прекратить войну. Обречил их, обречил. Теперь, что наступает враг, нет. Речь идет о частностях. А светит там звезда какая-то, что помощь будет какая-то свыше. Нет. Ну, обречил, сказал даже по этой тематике, которая людям понятна. А вот они там такие, мужеложники и прочее. Ну, сказал один раз, обречил. Больше-то не надо было. Мне говорить об этом нет у меня на это ни полномочий, ничего. Но не сказать я не могу. Я потому что молюсь за этого человека. Я говорю конкретно об Андрее каждый день. А о том я не молюсь и не знаю. Он мне просто, для меня никто. Я вижу, ему это не нужно. Не нужно, как он бороду обкарнал, какой он был. Обмерзко. Обмерзко. Но он ссылается, что Иоанн Златоуст и Федор Студи тоже обращались к другой инстанции. И что? Ну, вот на это ссылаюсь. Да не надо ссылаться. Канон есть. Он обращался. А что он обращался? Он только не вступится, ничего. Что он говорит? Это третий том творения Иоанна Златоуста. Он говорит, объясняет, как это было. Он ничего не просит. Нигде не, чтобы не выступали войска, не вводили. Нет. Он своему собрату, патриарху, там, папе, объясняет, как было дело. С чего дело началось, чтобы, ну, не из третьих УЗ было, а из прямых. Только и всего. А Федор, судя там, Максим Исповедник, к кому они обращались? Что они хотели? Переменить то, что здесь местное вынесено? Так тогда местные-то, они выше тех будут. Они никак с места не сдвинутся. Я вот слушал, и... Да не может быть. Ну, что... Такой ум. Почему они так рассуждают? Не по-христиански даже. Уж не говорю мудрость. Там никакой ни мудрости, ничего нету. Дело дохлое. Абсолютно на сто процентов. И варианты эти разбиваются, там просто дробиться начинают. Если обратился, тот отреагирует так. Зачем тебе это нужно? Просчитывать эти ходы, которые ни одного не должно быть этого хода. Нужно одно отойти. Тогда, когда первый раз, допустим, Андрея... Сначала они от своей его академии отлучили. На этом достаточно было. Дальше он ведет занятия. К теме не возвращаться. Они его из МГО вышибли. Так? Дальше они долбили и долбили. А он как будто ничего не происходило. Продолжал дальше. Накапливается больше. У патриарха там со всех сторон это его митрополит и другие. До тебя доберется. Ну, тут уже все случилось. В то время, когда это было, я постоянно дрожал и говорил, зачем они лезут дальше-то? Там ничего нету. А я сделаю... Что сделали? Убрали? А на его место станет еще хуже. Надо благодарить за то, что есть. А что ему нужно бы делать? Вот тут вопрос ничего не делать. Молиться и идти на проповедь. А кого проповедь? А сначала надо тело привести в порядок. Полумертвые. Лишнее, лишнее навешали на себя. Мне боязно даже говорить про этого человека, который ни разу не приехал сюда. Я к нему расположен. Я по-другому не могу отвечать. А если бы был я рядом, посоветовал, послушался бы, там хватает советников. Нет. Наши, когда к ним вошли, то его блогеры, кто там помогает, они стали нас глушить. Ничего не пропускать. И у нас связи никакой нет. Он единственный раз приехал сюда, у меня книги взял. Половина тогда была. Остатки, которые были, за ними приехал человек. Человек этот, потом в Китае он был как представитель, священник. Ну и отослал на этом все. И вот отношения ко мне по его выступлению где было. Как считай-то. И мне говорить, я вроде задеваю его. Не так это. Я переживаю. Я даже разослал всем, кто имеет доступ, пробейтесь к нему. Пусть он сегодня остановится на том. Дальше еще тако хуже будет. Видно, какой он больной, какие глаза, как он говорит. Вот я хотел сказать, что вы говорите, что вот не надо продолжать идти там инстанции. Войну вот эту надо остановить на себе. Вы это имеете в виду, так? Да, так. Именно. Уже поздно останавливать, уже разгромлены. Тогда надо было, когда первое предупреждение было, ниоткуда не выгнали. Вот тогда надо было. Он остался бы при всех должностях, никуда бы не ходил, душа бы радовалась. Дальше первый раз ему ударили, шибли, он назад не восстановился. Второй раз вышибают, он продолжает то же самое делать, но с другой стороны. Ну а что эта критика дает? И критика такая жесткая, обличительная. Но никак она не вписывается в корочки Святой Библии. А вот они не так делают. А там были, там пожаловались, то другое. А мы не знаем. Посмотришь, когда... Сегодня я считал только про них. Там в таком трудном положении были. И надо было лететь. От самолета их отставили. Не от самолета, а в машине, которую развозили. Там, а с Венцем или откуда. Ну мы, говорит, хотели, не взяли. Говорю, почему? Да закрутился никак. И вдруг сообщают машины, которые приехали, разгрузили, в бараке завели и сожгли вместе с бараками. А мы остались. Поэтому я знаю, вовремя надо останавливаться. На тропу войны вышел. Взвесь. Десять тысяч просит двадцати не устоять. Башню начал строить. Хватит ли средств, чтобы не стали смеяться над тобою? Стойкость его, что он говорит, похвально. Но в данном случае надо заботиться о вечности. Где ты там будешь? Что будет дальше? Они не останавливаются, значит, они тогда его лишают сана. Нет, значит, отлучение от церкви. Даже страшно подумать. А где я могу теперь причащаться? А примут другие, которые... Я у них могу там, допустим, два раза в год послужить. Я все это смотрел. Ой-ой-ой. Этого ничего бы не было, если бы они вовремя... Первое предупреждение, и все. Мне было, я прошел это. Я сразу же принял это дело. Очертил это от круг, всех предупредил. Никто не удивляется, что я буду стоять в коридоре. Но то, что я веду занятия в школах, везде в милиции, в воинских частях, тут епископ не властен. А сами усилили молитву. И три года ни одного слова не говорил. Через три года эпидемия кончилась. 23 марта мы заново заговорили о русском языке. Приезжает архиерей, теперь с нами служит, и сам начал переводить. Там заупокоено где-то. Вот это всех людей удивило. Он же за это нас мертвая хватка держал. А мы ее разжали. Чем? Смирением. Смирением, кротостью. Молились о нем. Кому надо и плакали. И, наконец, все осталось позади. И он ушел. И оставил о себе самое доброе воспоминание. Мы каждый день за него молимся. А это не так. Даже кто взять, который сидит уже и по терактам, и анапиме. Я гляжу, как будто кто-то разума лишает людей. И все это от того, что они шли на благовестие. Не сравнивали свои поступки с написанным в законе Божьем, то есть в Библии, по которой Бог будет нас судить. Я даже не знаю, на сколько частей дробить. Какие вопросы, они совершенно никудышны. Тем более, от человека, который уже никакого отношения к этому не имеет. Сидит, который перед ним. Я его давно-давно смотрел. И каждый раз он то в машине, то не стоит, который ко мне приезжал. Я называю Алексея блуждающий. И он все это еще где-то недовольный, где-то... Ни одного места Писания привести не может. Нам нужно угождать не людям, а Богу. И тогда Бог на нашей стороне защитник. Я смиряюсь ради тебя, Господи. Да, сказали. Объявляю пост. Призываю на молитву. У меня сегодня только такие советы давал. Новые люди приходят. Вот мы по частям, где вам кажется, правильно, неправильно, выделите, вычленить какие-то вопросы. Чтобы я в конкретный вопрос отвечал. Ну вот он говорил про право выбора юрисдикции. Вот такое. Он говорит, ему нравится то, что... Может быть, ты вот здесь находишься, и ты можешь в Константинопольский патриархат, церковь ходить. Можешь там, не знаю, католиком. Можешь это. И говорит, это правильно. Это как... Это вообще соответствует ли христианскому учению? Ну, все, значит, он пойдет куда-то как-то, когда сейчас никуда не пойдет. И опять же, если впереди было, он и ездил, везде выступал. Это все уже утеряно. То есть, как говорят, мосты сожжены за самим собою. Правильное рассуждение. Если он не переступает грань, что признано ересью. У людей неправильное понятие. Не молитесь с еретиками. Вообще, нас считают, я молюсь с ними или нет? Когда я молюсь с Господом. Но когда они говорят во имя Отца и Сына, во Святом Духе, во! Вместо и. Я уже никогда не могу молиться. Я знаю это ущение и ересь. Они не признают Третье лицо Троицы. Как отдельное. Вот так и здесь. Ну, вот, Игнат Тихонович. Ну, если так посмотреть. Ведь Бог тебя поставил в определенной церкви. Как так? Ты берешь, выбираешь, допустим, мне что-то не нравится, пошел в другую. Сейчас же можно так. Ты можешь, тебе не нравится, ты можешь в другое пойти. Но это же неправильно. Вот если взять так по промыслу Божьему, Бог тебя ставит в определенной церкви. Ну, так-то так. Вот бывает невыносимость положения, которое создают. И никто его за это не будет упрекать даже. Но речь-то идет, что хлопнуть дверью. А в двери-то может, собственно, нога и рука попасть. Знаю. Уходя, нам архиерея говорил, вы хотите там крепко хлопнуть дверью, то другое. Для меня он тоже говорил, какой это удар. Он во всем начал искать, а ничего дальше нет. Кроме материала, который к истинному православию. Там щетка и ясно о русском языке. Кто ратовал, как это надо понимать. Доказательства. Здесь ничего нет. Сейчас речь идет о том, как быть дальше. Сейчас ему дальше только к нам приехать. Чтобы он стал другим. А дальше Господь усмотрит. Сейчас ему ничего нельзя загадывать. Потому что мы потеряли. Ну, надо время, чтобы выстоялось это. Остановиться. Ведь это не в один день, допустим, Германия была побеждена, и сразу все это. Нет. Не Орбинг. Веселисы. Что еще только будет. Это в духовном плане то же самое, что сейчас делается. Смотрите, как они живо, быстро расправились. Там, там, в другом месте считаем. Так мы знаем-то, это не всех. Вот там Махап или какой там выступает. Я его говорил, Михаил. Точно так же, сколько лет он. И гляжу, как он сейчас выступает и говорит. Ну, не так бы. Ты за собой оставь главное право. Право проповеди. Здесь ты не нужен оказался. Начинай служить там, где можно. Вот я затрагивал вопросы, которые несравненно важнее. Не какой-то там где-то ректор. Я говорил о монашестве. Тема вообще неприкасаемая. А не монахи все. Я говорил о мощах. Вообще неприкасаемая там. Тем более, сейчас Андрей заговорил благодатный огонь. Да я давно говорил об этом. Он теперь становится, что там везде обман был и неправильный. И которое там вот на преображение. И там облако. Много, что сейчас он говорит. Я говорил. А мне говорят, это все из книг ваших берет. Не знаю. Не знаю, берет он или нет. Но он увидел, что я... И вот на меня, он говорит, еще нового не принес. А просто поднял целые пласты, которые мы забыли, засыпали. Ну, в общем-то, да. И при том, я ничего не настаиваю. Я свидетельствую. Послал меня Бог для свидетельства, а не выправить положение. А как его выправишь? Я одно говорю, надо было проповедовать, а не за стены прятаться. На их совесть и все. Два миллиарда мусульман. Никто не проповедовал. А если бы это стояло, ну, как бы, задача стояла, то десятки, если не сотни тысяч проповедников пошли бы. И этот седьмой век не наступил бы. В том, в каком виде он пришел. И поэтому то, что сейчас есть, вот это, это за наше неразумие. Вот сегодня, вчера, я бы ничего не знаю, когда угроза мне по телефону была. Вы бы сказали, что надо обратиться. Я звонил, звонил, не дозвонил. Утром только позвонил, меня сразу. Я говорю, вам заявление нужно в письменном виде или так? А что такое? Я стал объяснять. Ну, проходит немного времени. Я не знаю, сейчас прошел или нет. Я сижу здесь за компьютером. Володя там что-то с дровами возится. Калитка запертая на засов. И верный бегает там. И вдруг он вижу, говорит, по ограде идут два милиционера. Видимо, через забор перескочили. Открыли это забор. И вот Володя говорит, милиция. Я подумал, это только хотел раздеваться, а они уже в комнате стоят. Ну, а дальше уже какой разговор был. Чего они не требуют, я им показываю. Паспорт, смотрите внимательно. Дальше, что он говорил, человек. Какая причина была. Я говорю, это запишите. Интонация голоса, что это не подзаборный. Как поставлен голос. Дальше не спотыкается. Не по пьянке говорит. Дальше обвинение. Ни раньше, ни позже, когда у меня разговоры, встречи пошли в КГБ. Что я предатель. Многие там, чуть ли не тысячи погибли из-за моего предательства людей. Ну, такая голематья. Они все записали. Все. Я расписался четыре раза на двух листах. Ну, и проводили. И на этом все. Вот. Это благодаря вашему совету я сделал. И не жалею. Если как-то что-то будет, уже будут знать, что да, было. По какому телефону, в какое время, чего хотели. Все-все записали. Ну, они тут были, конечно, при них не снимешь. Два молодых. А когда пошли, то по-наружи я заснял немного, как они идут. Там в этюды забросил. Здесь я вывод только делаю. Пока не поздно. Пока он живой. Отца Андрея вырвать оттуда надо. Это ничего не дает. Только усугубляет его положение. И те, которые его слушают, это как у Невзорова. Да, нет. Ну, ни один тебе плечо не подставит. Да и как подставишь, когда... То есть, уже там десятый раунд. И во всех ты побежден. А я не сдамся. Ну, будут класть тебе нос в мекину, превратят лоб и все остальное. Это борьба. Без правил. Можно пинать, можно ломать, что хочешь. Душить. Они это и делают. Повторяю, что я затрагивал огромные-огромные вопросы. Разбирал патриарха его выступления. Когда он митрополитом был, Кирилл. Выступал по Алексею Второго, старобрящийся Адриана, Козлова. Такие знатные люди. А он в МГУ. Там храм Татьяны. И, в общем, у всех не больше 10% правильных ответов. У меня все это разбирается. Они бы кинулись на меня. Не может быть, чтобы они не знали. Ни один. Ни один и никак. Почему? Все мотивировано Словом Божьим. Я показываю, вот так надо было ответить. И результат был бы вот такой. А так ничего нет. Они показали только, что они много знают. Не по Евангелию. И здесь, я уже об этом говорил. О тому Романову. Как все попортить дело. А что, выход только ко мне надо было ехать. Что я сказал сразу? 200 человек привози. И начнем готовить. С разрешения, с благословения митрополита Кирилла. Все было. Я не говорю, что там патриарды. Через митрополит и патриарды. Еще не сказал. Если у тебя хорошее отношение. Нас со всех сторон там не приезжали. Все пошли. Где мы были? Мы никуда не заминулись с места. Никуда. И теперь этот митрополит приезжает. Хорошее отношение. И проповедь. И мы нигде не умолчали ни о одном недостатке. Это Бог за нас. Кто против нас? Ну вот, Игнат Тихонович. Еще хотел бы задать вопрос. Он там говорит о трех пониманиях евангельских заповедей. Вы помните, да? То, что когда Христос сказал, что надо любить и врагов. И он говорит, что надо радоваться за врага. И Кураев говорит, что это невозможно. И он показывает, ну, рассказывает, такое рассуждение делает по поводу этого вопроса. Что три есть понимания. Вы это помните? А почему три? Они все в одном. Любите врагов ваших. Все. Это главное. Главное невыполнимое, кажется. Оно выполнимое. Опять же, я могу это сказать. Потому что у меня кипит вокруг сколько врагов. Сколько делает. Я в молитвах и приношу. Проходит время. И все утихает. Да, я сказал, что их ждет. Другого не может быть. Я щеткой ясно выражаюсь. Которые были. Смотрите, что с ними было. Вы остановитесь. Я ничего не делаю, кроме молитвы. А как это три? Конкретно. Любите врагов. А все остальное отпадает. Остальные это все. В одном все находится. И три не надо разбирать. Ты должен благодарить Бога. И молиться за их души. Все встало на место. Не подыскивать. Они не такие. А меня это не касается. Я молюсь за всех врагов. Ежедневно, несколько раз. И ночью. И я вижу, как самые лютые враги постепенно замолкают, уходят. Их даже совсем не слышно и не видно. Ответ один. Мы предстанем на суд Божий. Ежедневно надо представлять, что все кончилось. Я не выдохну. Сейчас схватило дыхание, и я умер. Мне то, что я с детства сделал на три. Так будет? Господь по одной мерке будет мерить всем. Что он делал, живя в теле? Доброе или худое? Доброе в подражании Христу. А худое противовес. И поэтому он сказал, что Библию, он сказал, что Библию можно, ну, как хочешь крутить. То есть нельзя оперировать. Патриарх, говорит, если обращается к Библии, то, говорит, это не сильно. Поскольку Библию она сама себя не может, говорит, толковать. Каждый ее толкует, как хочешь. Правильно. Правильно. Ну, Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило надевает узду на православных. Ничто вопреки святых отцов. Все. Для меня это было достаточно, когда я изучал Библию, читал ее на разных языках. Я сразу в жесткие рамки себя взял, сам себя. Смири, Господи, чтобы ничего не было. И когда готовили вот это объединение с зарубежной церковью, я объявил, будем молиться о том, чтобы нам смириться, чтобы не выродиться в секту. Мы объявили, мы против, но примем любое решение. А там решения об объединении не было, о признании канонического общения, благодатности. Все остальное из-под сукна вытаскивали. Может быть, все за подписью президента. Я просто удивляюсь. Грамота-то какая у людей-то. И они никак не могут там разобраться. А там мусору-то просто ящики мусорные. И вот там кто-то берет другое, это где-то любой может. Может, да ничего из этого не получится. Никак. Ни разу. Я беседовал с разными сектантами. Они по-другому понимают. Заканчивается одним, да, мы не правы. Как у одного там, у них тогда не епископ назывался, а старший пресс-фитер. Ну и мы долго там беседовали, до самого утра почти. Одна молодежь. И все записывали. И он в конце встал и говорит, ну что, надрали нам задницу? Я ухожу в православие. Все. Одна беседа. С отом Геннадием была одна беседа. Фастом. По-разному. Да он знал все, что у минонитов, что у баптистов. Он у них там руководитель был. А помогло? Нет, не помогло. Потому что все стоит абсолютно точно до буковки. А они не знают слова Божьего. Двух, трех. Зачем тебе двух, трех? Никто не будет нас судить по двум-трем вариантам. Только по одному любовь. Что на суде будет? Посетили? Любовь. Навестили? Любовь. Накормили? Любовь. Напоили? Любовь. Все. Все в этом. Враг голоден. Накорми его. И делай си, и соберешь ему горящие угли на голову. Вот и собирай ему. А что? То есть совесть пробудится его. А он не пробудится. Ничего. Господь разожжет. Но я к нему отношения не меняю. Я все время бьюсь за него. Ну, если, конечно, это не совсем уже, прости Господи, отморозок духовный. Ну, вот, все-таки, когда я до этого с вами разговаривал, вы радовались за него. То, что, вы говорите, венец ему готовится. Но когда вы узнали, да, что он хочет туда дальше апеллировать, этого уже вас не радует. Никак. Не то, что не радует, а категорически против. Надо смириться. Ты знал, ты это все высчитывал. Не надо. И тот не поможет. Главное, что это будет еще одно обвинение на него. И эту обиду уже никогда не простят. А что сейчас? Сейчас уже ничего не сделаешь. Назад возврата нет. Если где-то могут какая-то амнистия, то у церковников ее нет. Но если сделают, ну, дай Бог, но я не знаю. Как правило, сам снимается навсегда. Если это было узаконено. А если это не по канонам сделали, то возвращение обязаны сделать назад. Но зачем ему возвращаться опять на то же? Что это ему дало? Посмотрите, это не поворотливость, это недвижимость. Ему нужно ехать сюда. Найти его, убедить его поехать. И будет работать помаленьку. Он сидит за столом, даже боязно смотреть. Ужас какой-то. В чем же так наедаются, как будто девятым месяцем беременности? Я даже не хочу говорить, что конкретно к нему. Но так получается. Если так разобраться, я должник его. Что он обо мне такой отзыв дал, а я дальше не могу. И он правильно сказал, Игнатий меня по всем кочкам пронес. И дальше продолжает говорить. Я зарядил тогда, посмотрел. 120 раз я о нем упоминаю в своих книгах. И только два раза положительно. Тогда. Ну, ясное дело, что я это не сегодня придумываю. А все его материалы, когда он говорил, выступал, я внимательно смотрел за этим. Выход один сейчас ему нужно позаботиться о душе. О душе. А, допустим, отлучение от церкви это снимается. Сан нет. А если... Да мне какая разница? Он и говорит, два-три раза послужить. Где-то, вроде как, говорят, Ренома его тут в этом. Зачем ему это? Ему это не надо. Ему нужно приехать сюда. Начать жить по-другому. Вставать вместе. Молиться вместе. Вместе обедать. Все по-нашему делать. И двигаться. И тут выявится что-то. Ну, представь, что он приехал сейчас. Сразу будут говорить, и меня тут за толку где-то. Но на моем тащили, многие зубы тащили. Да без зуб остались. Они ничего не сделают. Ничего. Я знаю, что сейчас, если уже столько проработки из приема президента Федерации Российской туда посылают в одно место обо мне, то ясно дело, что уже не забыто это. То есть они работают. И какой... Любое я приму, как есть. Любое. Но я перед этим поставлю им условия. Если скажут положительно, собирайся. Нет. Сначала давайте составим документ, что я еду. Нотариус это примет с переводом. Все, как я когда в дорогу ездил. Что живого или мертвого вы доставите меня в Потеряевку. Обязательно. В случае неисполнения вы платите 10 миллионов. Барабашу. Я из этого постараюсь коммерцию создать. И притом не о себе. Зерно-то за границу запретили. И сразу стоимость пшеницы упала в два раза. Он-то надеялся пшеницы рассчитаться. Вот что делается. Ни раньше, ни позже. Но ничего, молимся. И притом с крыши-то снег пошел. Его сбросило так, как барабаша-то. Ударился он. Игнать Тихонович. Вот я еще, да, смотрю постоянно. Андрей Кураев. Другие священники, которые мы до этого с вами обсуждали. Они все хорошо описывают заблуждения внутри церкви, внутри народа. Но все время умалчивают причину всего этого заблуждения. Никогда не говорят. То, что причина-то это они сами и есть. То, что не учит народ. На первом месте стоит неправильный вход в церковь. Говори. Да. То, что не учит народ. Совершенно. И как будто, знаете, как будто вот вагон идет просто. И никто ничего не... И не сделаешь ничего. Но это же неправда. Если начать работать. Вы же показали даже на своем примере. Да что говорить даже. Даже я знаю уже. Я там мало что-то хоть что-то знаю. Но два-три человек, десять человек. Уже узнают много информации, верующими становятся. То есть если бы каждый работать начал, то все бы изменилось. А они как будто все... У меня такое ощущение, что они все отчаялись. В отчаянии пребывают. В унынии. Они не начинали работать. Поэтому они видят не так. А как? Подойти не знаю. Создавайте общину. Вот если бы я забыл про патриархию. Я минимум 450 или 650 общин мог бы образовать. А я их всех толкаю туда. Они меня давят, бьют. Я по-прежнему всех направляю в московскую патриархию. Признаваю ее благодатность. Благодатность патриарха Кирилла и всех бывших до него. Даже вы эти, что они такие, они там сергианцы. Они там предали все. Сотрудники КГБ все. Я все это знаю. Но тактики не меняю. Нисколько. Что говорят? Говорит, делайте. А что делать? Не поступайте. Вот это и есть. Они открыто, они учат. Давайте все будем там где-то делать то, что сейчас я сказал. Нет. Я просто на практике говорю. Каждый день знать, о чем молиться. Вот если бы здесь не организовали, через два часа и не было бы. А давайте по всей стране. Страну поставим на колени. А они будут против. Не думай дальше. Думай о сегодняшнем дне. Завтра же сам о себе позаботиться. А если я буду, они там сделают. Вот я сейчас на меня там. Такая угроза. Мы тебе найдем место. Я уже вроде у дверей стоит. Ничего. Богу как угодно он сделает. Не цепляйся за эту жалкую жизньюшку. Она и так коротенькая. А Бог знает. Мы молимся, чтобы ангел провел по мытарствам страшно непонятным. И слова-то какие, их нигде нету в молитвах. Это мы говорим об этом. Игнат Тихонович. Ну вот даже смотрите. Еще года два назад, я помню, вы все время говорили, что вы семикратно в день встаете на молитву. Вы спрашивали в общине, кто еще так делает. Ну, вы были максимум человека два. Но вы говорили об этом, говорили, 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 говорили. И сейчас проходит, уже два года прошло. И уже у нас иногда по 30 человек встает. По 30. А точно молится человек 10, уже 15 молится просто. Я когда дома, всегда все на молитве. То есть, если бы вы не говорили, то и не было бы. Если бы вы не говорили, то и не было бы. Да, по всей стране строят бапсистерии. И все обращают ко мне, это по-вашему. А я каждый год на Пасху и архиереем везде писал. Постепенно у меня материал увеличился, увеличился. Ну, столько лет я его собирал. Это сегодня говорить легко. А тогда ничего нигде не было, с нуля. И даже то, что патриарх Алексей Второй говорит, церковная хроника, это тоже бы никто не знал. И вот это крещение, даже за крещение берут деньги. Это самая настоящая симония, это он говорит. А дальше говорит, каких бандитов напринимали в церковь. Я все это опубликовал. И против, а как скажут против-то, официоз и прочее. Надо для Бога это делать. А что не так? Ну и не так, что. Будем работать, чтобы было так. Пусть они наш путь проделают. Мы прошли с этой миссией 120 тысяч километров. Три раза по экватору обошли. А сколько было встреч? Ну так только в 650 городов библиотек мы подарили. Обошлось это в 35 миллионов рублей. Это не игрушка. А может никто не обратился? Не знаю. Мне не дано это высчитывать. Я должен быть верен. А Господь усмотрит. Когда и как, и кому. Сегодня поступают они неправильно. Неправильно полностью. Выправлять там нечего. Нужно остановиться и все. Признать свое полное поражение. И довериться Богу, научиться плакать. Выпросить у Бога слезы. Начать по-настоящему паститься. Любить Бога. Любить Слово Божие, Библию. И поэтому всякий толкует по-своему. Правильно. Но я признал тому, чтобы в одно русло направить. И все. Поэтому я изучаю святых отцов внимательно. Ну вот он когда говорил, что всякий по-своему толкует. Но он как-то при этом не упомянул то, что есть-то вообще-то только правильное толкование. Которое все-таки я, допустим, читаю Библию тоже уже несколько лет и изучаю глубоко. И все-таки я смотрю, что все места толкования Писания, наши церковные, они делают так, что ни одно место другу не противоречит. Следовательно, Библия все-таки, все-таки она сама себя-то, если глубоко изучать, то ты всегда в Библии находишь в другом месте объяснение вот этого же места. То есть она сама себя в принципе-то может толковать, мне кажется. Да именно так. Он про меня и сказал, необыкновенно пейте это к Слову Божию. Вот. Но это так. Но я не забываю сказать, что я это все получил. В какое время, в каком городе и среди каких людей. Эта благодарность у меня, она от Бога. Вот сейчас сколько Николая Астахова-то ищет генерала, полковника-то. Найди, найди, звони. Он помог палатками то-другое. Да это было 50 лет назад. Меня это не касается. И мы молимся за Нем, дядя Боря, генерал. Найти, отблагодарить. И здесь меня возили в другие города, где-то кто-то когда-то помогал, когда-то я студентом был. Я их всех постарался найти, если они были живые, всех отблагодарить. Директоров, депутатов, кого только мог, всех нашел. Людям нужно опознать Христа. Да, другое, другое, все остальное, это даже рядом не стояло. Зная Христа, я знаю, что Он делал. Дальше смотрю, какое было об этом пророчество, какое выполнение, какие препятствия. Ну нельзя так только все. Все не так, не так, а я так. Я показываю по Слову Божию. А здесь ничего нет. Сколько раз они Библию открыли, когда беседовали? Ни разу. Ни разу, Игнатик. Ну, а вот он еще такое вещь сказал, что церковь это тело Христово, а миссионер, говорит, это член, который осеменяет. Так можно сказать, как вы думаете? Можно. Так и есть. Семя сеет, это правильно. А теперь, ты-то что сеял все эти годы? На какие темы выступали? Где? Где? Открыто, четко и ясно, прямо по Евангелию-то. Да ведь нет этого. Только из меня Ткачева не сделает. Хорошая мысль. Я не могу ничего уже сказать. Только одно остается. Как можно скорее, пока он живой, вытащить его оттуда, чтобы приехал сюда. И у него нигде так уютно не будет себя чувствовать. Тем более, отсюда поедет Свободя, потеряю, кубудет, снег кидать там и траншеи прокладывать. Ну, да. Ну, вот Дмитрий ему что-то писал, но, видите, ответа-то пока нету. Мы ему сбрасываем эти ролики в его лайв-журнал, где он пишет. Ну, не может быть, чтобы ни одно письмо не дошло. Я сегодня человек 50 поднял. Может, дошло, ответа нет? Человек 50, наверное, поднял сегодня. Сбросил этот материал. Ответа нет. Да. Он каждый день, многократно в наших молитвах, когда я перечисляю диаконов. И он для меня снятый, но останется таким же диаконом. Там, ну, сняли, сан, то, другое. Ну, прежнее звание, ну, оно неправильно будет. Ну, осталось, я себя еще буду ломать. Он такой, я его зову. Могу добавить бывший там. Мне зачем это нужно? Под благословение я к нему уже не пойду, раз сан снятый. А по-прежнему называю отец такой-то такой. Ну, я тоже молюсь извергнутых. Я называю их. Уж извергли, извергнутых. И такие-то, такие-то перечисляю. И эта беседа-то длительная такая, она ничего не дает. Видишь, он умный какой, видно, что рассуждения он такие. А со Словом Божием не сходится. Каноны во внимание не берутся. Он не может не знать, что это так. А Златоуст писал о себе, Иннокентию, папа Иннокентий. Я это хорошо помню. Он не требовал ни переменить, ничего этого не было. Он принял как от Бога. И вот он так умер в отлучении от церкви. Ян Златоуст. А потом, 32 года спустя, сын Феодосия-младший за свою бабку Евдоксию, за ее неумеренную жестокость, как Алексей Михайлович за Филиппа, за неумеренную жестокость своего прадеда Яна Грозного, точно так же молились. Вот два примера. И здесь надо найти пример. Ну, что такое золото, зерно из Мекина? Если это не из Библии, это все Мекина. Мекина. И поэтому... Вот они даже это прослушивают. Я сразу нажимаю несколько врагов. Но я должен это сказать. Они такие силы тратят. И видно. Ну, тот и говорит, видно, что ему все равно трин-трова. И даже на этом берет у него интервью. И он не... Тут редко такое интервью. Он не на вопрос. А Андрей как бы выговаривается сам, что больше всего у него наболело. Некоторые-то вопросы кто-то даже не поднимал. Ему все равно. Это все равно. Ему эти лайки нужны. Но он не скрывает этого даже. Игнат Тихонович, вот тоже хотел спросить. Ну, вот у нас в группе там был человек. Ну, речь зашла. Это уже не по этой теме. О евреях речь зашла. Ну, и я там предоставил то, что евреев надо благословлять. То есть, и не проклинать. А он говорит, нет, евреев, те, которые... Это, говорит, не евреи, это жиды распяли. Мы их проклинаем. Ну, я ему сказал, я тогда тебя удаляю из группы, поскольку, чтобы с тобой под проклятие не подпасть. И удалил его. Правильно? Допустим, если человек... Правильно. Мы от них получили все. Великое, говорит, преимущество быть иудеем. Ибо им вверено слово Божие. Не до момента, когда они Христа распяли навсегда. И Господь говорит, накажу. В 88-й псалом считайте. Но милости мои не от нему. Я накажу всех их, которые не такие. Но милости не от нему. Общее обещание Божие будет выполнено. Это Божие избрание. Вот у меня почему все говорят, это вы один сделали. Это такое. Я благословляю этот народ. И поэтому у меня так все благословенно и успеваю сделать. Я на себе это ощущаю, благословение. Невероятное. Видите, нас Господь как-то свел с вами. Это тоже милость Божия. Это не знали друг друга. Сейчас даже трудно и поверить, что не знали. И опять же, кто послужил для этого? Опять же, в связи с того, кто отлученный. И там как-то тот все-таки коснулся. А потом уже, сейчас туда вас вернуть в прежнее состояние. Так пойди не потянет. Нет, это все. Да. Туда толкнуть, значит, все, что дата получил, вырезать надо. Ты не забывай. А с этим багажом-то и ты там не нужен будешь. Нет. Ну, я понимаю, что такое-то. Если ты туда, то все, там все другое. Мертвый, возврат в мертвое состояние. Как смерть. Для меня смерти подобно это. А тут вода живая, текущая в жизнь вечную. Везде. На любой вопрос. Вот я говорю с оговорками. Почему? Ну, я как бы должник, так сказать. Я должен о нем говорить только хорошее. Но в данном случае я не могу пойти на это. Имею благодарность сердца. И делаю сейчас, говорю то, что самое-самое полезное. Я ничего больше не вижу. Его немедленно оттуда вырвать надо. Вот этого растрепанное, что у него идет. Какая глаза, гляжу. Он болезненное лицо. Но он как будто бы совсем отжил. Суда скорее. И главное, никак. Я посылаю, нигде ничего не проходит. Ну да. Да, да, да. Я тоже смотрю. И все мертвое. И главное, оба мертвые. Да. Оба. И жалко так. Я его даже во внимание не беру. Ему все равно. Я никогда его этого не ставил. Син духовного. Что он духовно рассуждает. Нет. Это как Алексей блуждающий. У него точно такие же рассуждения. Все. Как нанорочно все делает. Ну да. Да. Никаких понятий нет. Ну, спаси Христоса, Игнатий Тихонович. Тогда, в принципе. По счастям. А что там по счастям? К одному и тому же возвращается опять. И как, и что. И ложные надежды. Надежды. Даже если примут, только ухудшит положение его. Остановиться на том, что есть. И научись плакать. Не послушали? Когда можно было. И сколько лет назад, когда первое предупреждение было. Сразу принять и выполнить. И все прекратить. Дальше слово Божие. Идите на благове. Ты уже обличал. Тебе не надо. А от тебя то, что, как у Иеремии, лжепророки говорили, город не сдадут. С египтянами союза нет. Речь идет только о тебе. Ну вот то, что он исторически рассуждал насчет церкви. Как оно с государством. Это верные у него рассуждения были? Верно. Верно. Престол, патриарши, монарши издвинулись. Но ему-то зачем это сейчас говорить? У меня это стократно повторено. Стихи на это написано. Старообрядческая ряска, как я говорю, утонуть в ней. Это ничего не даст. Совершенно ничего это не даст. Игнат Тихонович, смотрите, вот тогда такой вопрос. К примеру, вдруг на вас набрасываются, допустим, епископы определенные и зацепились конкретно за тему монашества. И будут конкретно вас судить по поводу этого повода, за то, что вы критикуете то, что они не проповедуют. Но они, естественно, чтобы вас осудить, будут применять ложь. Ну, то есть вам добавлять то, чего вы не вкладывали. И осудят вас. И отлучат от церкви. Они не имеют права меня отлучать. Я им не принадлежу. Они Папу Римского не могут отлучить. Ни одного баптистского пресвитера. Я не принадлежу патриархии. Никак. Ничего. А те отказались. У нас уникальнейшее положение. Мы абсолютно совершенно неуязвимы. Ниоткуда. Они сделали нас, закричили, как в подводной лодке. Все убежали. А кто начальник? Никого нету. Нету. И поэтому я особенно осторожно говорю. Ежедневно напоминаем патриарха Кирилла. Папу Венедикта Франциска. Старобрящего Корнилия. Но Зыбковский, который там Александр. Патриархом правозаселим. Мы ежедневно молимся за всех. Я знаю. Оружие главное. Они нападут на меня. Не дай Бог, чтобы они нападали. Как я могу сказать. Мне говорят. Говорят, им мало не покажется. Я усиливаю молитву. А дальше Бог сделает, что надо. Ну, я все-таки имею в виду. Как поступать в такой ситуации не только вам. А вообще человеку, который, в принципе, страдает за правду. Но его отлучают за правду. Что делал Христос? Отлучение это действует или нет? Незаконное отлучение не действует. Старозаконие 19.19. Оно падает на их голову. Незаконное. Самодурство. Вот у старообрядцев. Если встретили с кем, отлучают причастие, он отлучает самого себя. Не причащайся. А его причастия будут в осуждении ему. Не надо то бояться. А это всех, кто причастников. Выделяются где-то. Христос живой. И когда говорят о крови Христа. Кровь, которая на Голгофе, а не только в чаши. Рассуждая теле Господнем. Не то, которое в чаши подается, а которое на Голгофе терзает. Многие больные немало умирают. Вот тебе и причастие. Чем закончилось? Морги наполнили, и кладбище. И поэтому священник, когда кто не причащался, он должен кричать так. Кто еще здоровый, подходите, больным сделаю. Кто еще не умер, подходите. Я умер, шлю его. Многие больные немало умирают. Вот как надо смотреть. Незаконно. Не готово. А, Игнат Тихонович, а вот сейчас-то тут прям сразу с мысль сбили. Да ничего нет. Говорите. Вот допустим, напали, а не епископы. Давай вариант этот. Мне один не доныш, что он напал. А что из этого напал? Он может и соглашаться. А вы за монашество, я показываю две руки. За монашество, только не за стенами. А чтоб шли по миру проповедовали. А за стенами нет такого устава. А то потом уже Василий Великий все расстарались. Христос не учил этому сидите. Ни одной притчи нет про это. А идите и проповедуйте Евангелие всей твари. А тварей-то хватает сегодня. Нет, меня они не должны трогать. Вот когда Андрей Ткачев появился первый, я думал, он может на меня броситься. А когда-то стучилось, как-то его там огрели. И я понял, все. Не должен бросаться теперь он. Но я все-таки все равно. Хочется все-таки все ситуации продумать. И поступать как правильно по-божественному. Где ты должен смириться. Где ты должен в чем смириться и не в чем. Вот эту грань, надо ее полностью знать. На сто процентов. Ну вот. Смотри. Будете обращаться к моим трудам. К вопросу-ответу. Я все это разбираю. Тем более, эта тема у меня раскрыта во всей полноте. Мощи. Ни одного нет, который говорил бы брать мощи. Как Антоний Великий, нигде нет мощи. Они прятались в пещере, видимо, закладывались. И последний день не знают. Нигде. Даже волосинки у Симеона Столбника. Патриарх, взять на память, хотел Бог, сразу отсушил руку. Гром раздался. Еще непонятно. Он скорее же положил на место, рука усырела. Ну вот. Они в свою защиту из Писания ничего не имеют. Это некрофилы. Это же то, что ты их захораниваешь, говоришь о том, что их нужно захоронить. Это не противоречит тому, что ты почитаешь. Правильно? Конечно, в этом почтение заключается. А когда Господь, говорит, будет выброшен на поверхности, это как раз то, что он неугоден ему был. Царям было сказано, на зной, солнечные, там псы, птицы расхитят. Я говорю, отовсюду собрать мощи и с великим благоговением, с патриархом избрать место самое святое, может быть, в храме Христа Спасителя, я не знаю, в Елоховском соборе, и захоронить. Прах ты и в прах возвратишься, все. И христианство об этом дух идет к Богу, а прах идет туда, откуда взят. Спустя сколько тысяч лет, и опять тоже. Стефана в муже был плач, говорит, и похоронили его. И похоронили. Это потом все пошло. Вроде бы я приказался, это чисто дикарские обычаи. А вот Елисей, вот возле его. Ну и что Елисей? Бог это сделал, показал один раз. Но нигде больше этого нет, и нет призыва тому, чтобы теперь мы бросали покойника, ударился об другого и воскрес. Или мощи положили от мощей и воскрес. Нет этого. Это дикость. Это грубость. Варварство. Так Христос, он плюнул в землю и намазал глаза. Так же можно и поливать в землю, и мазать. Да. А врач любой скажет, это шарлатанство. Наоборот, должна быть дезинфекция. Тут надевают маски, там проще. Что всем еще грязью помазал, иди умойся. Но этому нельзя подражать. Это событие было. Игнат Тихонович, я как-то читал у вас в ваших книгах. Вы рассказывали, вы общались с каким-то баптистом, который исцелял людей тем, что мазал просто маслом, и все. И они исцелялись. И он спрашивал, веришь ли то, что Иисус Христос может тебя исцелить? И человек, если верил, он ему мазал и исцелял. Да, да, да. И какой? Порость была. Жена говорит, там, то ли у него оладьи пекла, он со сковородки масла взял, помазал, и человек выздоровел. Я видел его фотографии, мы лично с ним беседовали, ездил я. Так он вне церкви, он был баптист, да? Да, он баптист, так и баптистом и помер, наверное. Да, около него там фотография такая, пресвятера их, как называется, ну, по-нашему, это лже-пресвятера. И он там с ними. А мы были там, я не знаю, кажется, Гена Яковлев был, еще кто-то, поехали. Это в Латвии было. Так вот, это от Бога исцеление? Имя Господне призывал. Ну, вот, представь, у одной женщины, как в житиях, ребенок умер, и она мчится туда-куда-то, как к святым, и в это время женщина идет, она упала, помолись, она говорит, ты знаешь, кто я? Я с ночной работы иду, бабочка. Она ее, она блудница, она помолилась, и ребенок воскрес. По вере вашей, да будет вам. Господь делает. А без веры уходить Богу невозможно. У меня эта вера есть. Я поэтому живу. Ну, что интересно, в интернете, когда бывает, не один еще, один только приблизительно сказал 70 с чем, а другие лет на 20 мне меньше дают. Я на себя посмотрю, да, щучила огородная. Ой, как вы молодо выглядите. Вот, на меня. Я когда скажу, что 81-й год, даже удивительно. А мне нужды никакой нет. Я никогда в зеркало не смотрюсь. Если мы не скажем, все так и утром рано только руки помою с мылом, с теплой водой, чтобы больше лишний раз не лезу. Я не знаю, чем больше марафетятся, тем хуже. Главное то, что я не болею. Достаточно этого. Никакая зараза ко мне не пристает. Почему? Потому что я вожусь с собаками. Ой, с собаками был, гладил, руки не помыл. Не помыл. И поэтому у меня столько противодействия. У меня в организме это все натуральное. И кошки погладил, голубей держу, поцеловал их там. И ничего меня не трогает. Учитывая в этом возрасте ослабленные организмы, ничего сегодня были, которые милиция смотрит, как на человека, все записывает. И я, конечно, свои-то мысли есть, что так отреагировать. По североотношению через забор перескочили. Непременно здесь быть, все записали. Это что-то. Это где-то может быть рядом. Это что, о чем мы молимся. А если не так? И так я же не напрашиваюсь, не лезу. Да будет воля Господня. Мне важно, чтобы вперед не было никаких известий. Это важно для меня. Ну вот все-таки чудодейственная вера, получается, она может быть и не у людей, находящихся в церкви. Мусульмане исцеляют, буддисты исцеляют, все исцеляют. Ну и что? Господь что хочет, то и творит, исцеляет. То есть критерий должно быть мы искать не в чудесах? Нет, не в чудесах. Иудеи требуют чудес. Требуют. А елены ищут мудрость, а не собраются. У меня нет ни того, ни другого. Я проповедую Христа раз пятого. Первая Коринфия 1, 18. Вот и весь ответ. Они попадают под разные категории, а меня никуда не могут загнать. У тебя есть это? Нет. Это есть? Нет. У меня ни образования, ни гуманитарного, ни религиозного. Я просто обладаю любовью к Богу и к Библии. Такая любовь к Библии, к Слову Божию, что людей просто это трогает. Да как так можно так фанатично? Я тогда билю, я фанатик, экстремист. Что дальше будете делать со мной? Так что вот этот разбор с этим, который рядом сидит с ним, гиперпоп-то, ну даже смешно. Ну Андрей, ну зачем он себя унижает? Беседует с кем? Он ничего не может дать. Он сам себя тут, как говорят, пиарит, рекламирует. Я так понимаю. Ему надо больше, чтобы было там где-то... Ну еще больше-то. Еще это даст тебе больше. Ну все за тебя. За! А один только человек видит. Хоронят с человеком. А Паисий Великий пришел. А там дьявол трезутцем душу вынимает. А все говорят, ой, какой праведник. За сто лет один такой рождается. А за ним чистится такое, оказалось там, прокурор или кто был. Богу надо доверять. Я не знаю. Ну можно было как-то у меня по-другому. Вот я посмотрю, когда люди говорят, да вы что живете, как в свинарнике. Ну мне до того нравится все. Я нигде ни минуты не трачу на это. И столько людей Бог добрый дает. И программисты. И ты отзываешься, дорогой брат, сразу все помочь мне сказать. Притом я добровольно стал таким бестолковым. Я же занимался, все делал. И книжка купленная мне была по компьютерам-то. А магнитопоны сами ремонтировали, там паять, все это делал сам. Сказали, оставь нам. Я сразу отошел, наконец-то дождался. И кто сказал, а жена программиста. Пришли ко мне в гости. И я теперь свободен. Лишний раз обращусь к вам, вам же не в тягость будет. Не в радость. Ну вот и все. А то нас Бог так нашел, свел. Я сейчас, когда там новые люди появляются, я говорю, на вас все скидываю. Узнавайте, когда ехать будет, что. Ну да, как крещение. Готовить надо уже, объявлять просто. Вконтакте, объявить везде. Что начинаем готовить курсы, чтобы 11 июля на крещение приехать. Где назначить место? Узнавать людей. Насколько это возможно? Да, да, уже есть. Уже, я уже, наверное, человек 5-7, которые как бы со мной хотели приехать. Но сейчас я буду их поднимать, опять посмотреть. Надо узнавать, чтобы к 11 июля были здесь. Если, ну, бывает что-то где-то, можно вторую группу создать. Батюшка, сделать пирс, чтобы он с пирса рукой бывает так. Ну, еще ты пришел, иди отсюда. Верный, отойди от меня. Не мешай. Около кровати лежит, растянется. Он же здоровый. Я вот заметил, что проповеди, вот, вашу, воспринимают люди в основном лучше всего простые. Которые не отравлены какими-то, вот, знаете, там, семинариями там всякими. Простые, они прям ее воспринимают, очень хорошо им кладется. Так вот, насчитывает Георгий Кадушкин-то. Так он, говорит, раза два, три надо прочитать. До слез, говорит. А это, я же простым языком объясняю. Тем более, каждую неделю четыре проповеди было. А если праздник, то восемь. За неделю. Я больше ничем не занимался, только проповедями. И вдруг отошел, сейчас, когда батюшки нет, тогда еще говорю. А так никак. Если какая-то вас интересует проповедь, там, хотелось бы услышать. Заранее мне говорить, я посмотрю, есть она у меня или нет. Да. Ну вот, хотелось бы на шестнадцатую главу судей какую-то проповедь сказать. Вообще, можно из нее что-то вывести или нет? Или шестнадцатую? Матфея и Матфея. Шестнадцатая глава в суде. Судей, шестнадцатая глава. Судей, судей. Это Самсоны, как он с женщиной. То есть, он ей доверял. Почему? Почему он всегда ей отвечал? Она его всегда у него хотела узнать. А она ему предъявляла, говорит, ты меня обманываешь. Хотя сама, сама, она хотела его убить, можно сказать. Но это вообще, что за отношения такие? Почему он такой глупый был? Да, такой был. Фильм ставят, у него там гулян, когда с бабами возился. Так а другого и не было. У него вся биография такая. Но в конце он отомстил. По ветхому зовету, это было как раз. Не, эта тема сегодня не актуальна. Да и ее никак прям не вывернешь сюда. Совершенно другое отношение сегодня. Хорошо не касаться. Ну да, 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 я согласен. Да. Ну, спаси Христос, Игнатий Тихонович. Слава Иисусу Христу. Тогда все. Все, с Богом. У меня тут первые минуты.